В такой тишине приемная кампания проходит впервые, консультирует в основном по телефону. Один из самых частых вопросов 2020-го – подорожает ли высшее образование. В алтайском филиале Ранхикса говорят нет, цены сохранят и даже уменьшат, если абитуриент покажет хорошие знания. Стоимость обучения по направлениям подготовки составляет от 117 тысяч до 74 тысяч рублей. Стоимость обучения зависит от количества набранных баллов по результатам единого государственного экзамена по предметам. Чем выше балл ЕГЭ, тем ниже стоимость обучения. И это непредельные суммы. Так в медицинском, самом дорогом вузе края, год обучения обойдется в среднем в 150 тысяч рублей. А такие деньги есть не у всех родителей. Поэтому многие школьники, мечтающие работать в медицине, сначала идут в медицинский колледж. Благо в этом году туда и ЕГЭ сдавать не нужно, учитывают средний балл аттестата. Я побоялась сдавать экзамены. У меня с биологией не очень, химию я хорошо знаю. База колледжа, уверена девушка, лучшей школы подготовит ее к медвузу. Она мечтает стать экушером-гинекологом. Говорит, хочет работать с детьми. Катя станет первым в семье медиком. И мама девушки поддержала ей выбор дочери, ее решение поступить в колледж. Для семейного бюджета, если придется учиться на платном отделении, это не столь накладно. Мы узнавали цены даже в медколледж, сколько это будет стоить обучение. И если в начале года я понимала, что я могу это осилить, вытянуть обучение ребенку, сейчас это, конечно, под большим вопросом. Сумма начинается где-то в районе 60 тысяч. Кстати, колледжи в этом году заберут куда больше школьников, чем в прошлые годы, уверены специалисты. Как раз и соображение экономии. Впрочем, вузы тоже учитывают реалии времени. Многие не повышают стоимость обучения, оставляют его на уровне 2019-го. При этом добавляют бюджетные места. Так, в медуниверситете вместо 480 прежних их уже 516, а к осени добавят еще. В политехническом тоже говорят о выделении большего числа бесплатных мест. Общее увеличение у нас больше 150 мест. В основном, конечно, это бакалавриат. Плюс, не так давно, давая пресс-конференцию, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков сказал, что в ближайшее время будет подготовлен постановление правительства, которое будет распределять между вузами, региональными вузами, дополнительные 30 тысяч бюджетных мест по стране. Этот документ с нетерпением ждут в алтайских вузах. На него надеются и многие родители выпускников школ. Ведь чем больше бюджетных мест, тем меньше конкуренции среди абитуриентов. А значит, больше шансов получить специальность бесплатно. Анастасия Дороган, Илья Халяпин. День с толком.